Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 27 глава. Продолжаем. Войну Христову надлежит всевозможное избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре препобеждать врагов своих. В начале этой главы говорим о том, что все, что не происходит, даже такие самые тяжелые, казалось бы, события нашей жизни, как смерти, пожары, страхи, скорби, внезапной радости в этом списке также, все может возмущать наше сердце, опьянять его, заставлять делать неправильные действия и нетрезво видеть, что это промысел Божий, а не нелепая случайность. И в таком состоянии можно допустить уже непоправимые ошибки. Из прискорбностей каждая имеет свои особенности и против каждой есть свои приемы. Но я говорю вообще об них, разумея общее их свойство, растревожить и возмущать душу и общее против этого имея в мысли предложить тебе средство. Средство – это есть вера, вера в благое провидение, устрояющее течение нашей жизни со всеми ее случайностями, в личное каждому из нас благо. А список этих случайностей я повторю, дорогие друзья, что эти случайности – это могут быть болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, страхи, скорби, воспоминания о прежних проступках и ошибках. В личное каждому из нас благо. Болезнь, война, смерть родных – в благо для нас. И это опять же мозг сопротивляется. Если нет опыта смирения, принятия воли Божьей, то это не понять. «Каждому из нас благо и благодушная покорность воле Божьей, выражающейся в нашем положении, покое в глубине души взывалось бы, буди воля Божья. И, окажи, Господи, изволися, так и и бысть, и бысть во благо нам». Ну, вот это опять, это все про смирение. Того, чего и так мало или практически нет, или нет этого постоянства, ибо проявление болезней всего человечества и конкретно каждого из нас – это гордыня и несмирение. И хотя бы это уже можно было бы трезво понимать, чтобы с чем-то идти на исповедь. Ну, придешь на исповедь, бывает. Ну да, вроде ничего. Ну так, как-то так. Ничего. «Сие благо», вот это все благо, которое из случайности попускается нам промыслом Божиим, «сие благо в разных лицах разно сознается и чувствуется. Иной сознает это, эта благость Божья на покаяние меня ведет. Другой чувствует, «Грех ради моих послал мне это Господь, что почистить меня от них несу и петемью Божию». Третьему приходит на мысль, «Испытывает меня Господь, искренно ли я служу Ему?» Ну, это тут такие вот смиренные достаточно. Мысль о том, почему все это происходит, смиренное принятие. И даже смиряешься к тому, что точно не знаешь, почему это Господь тебе попускает, а можешь вот какой-то из этих вариантов просто принять, или даже принять, что не зная почему, но Господь управит, потом будет понятно. Со стороны смотрящей, не подвергшегося скорбям, могут и четвертые подумать, это Ему доявятся дела Божии на Нем. Но такое решение может иметь место не иначе, как по окончании прискорбностей и именно при явной помощи Божией. То есть, это когда уже результат виден, когда вот история человека уже закончилась, это обычно уже после смерти, можно точно, более-менее точно сказать, что, ну да, это было вот так, теперь понятно. В душе же скорбящего уместны только три первых чувства. Это они уместны в душе скорбящего, смиренного человека. Вот там они умещаются, потому что, и умещаются они, в принципе, они умещаются только в сердце, в душу, в сердце вмещаются, не в голову. И они все такого свойства и силы, что какое бы из них ни взошло на сердце, всякое сильно утешить поднимающуюся бурю скорби и водворить в сердце мирное благодушие. Вот это принятие вот этих помыслов и принятие их в сердце именно, что либо послал мне это Господь, что почистить меня, либо испытывать меня Господь, в общем, это мне надо, такая воля Божья. И вот тебе общее средство к умиротворению сердца. Когда при скорбности покушаются возмутить его, восставив в возможной силе веру в благое провидение о тебе Божье и оживив в душе богопреданную покорность воли Божьей, оживив в душе богопреданную покорность воли Божьей. Это она в душе, зачастую умертвлена. Там гордыня. А вот как мы можем это оживить? Опять же, это все оживляется благодатью Духа Святаго. А источники – это таинство и молитва. Оживив в душе преданность, покорность воли Божьей, наводи на сердце сказанное выше помышления и понуть его почувствовать. То есть, понуть, то вот произволение свое употребляй, чтобы сердце свое больное развернуть-то в другую сторону, заставить его. Это действительно труд, это брань. Оно в другую сторону несется. Ему привычнее взбрыкнуть. Да пошло оно все мне! Вот так ему привычнее, в всяком случае, у меня. А потом только может дойти, что вот это вот, когда взрывается это, да пошло оно все. Оно приводит в тебя в опьянение, в нетрезвение, теряется молитва, теряется весь мир и становится плохо. Ну, это тоже опыт. Это тоже опыт. И потом, если прости Господь, приходит какой-то момент сокрушения, то Господь восстанавливает этот мир. Так вот, понуть его, почувствовать, что настоящей случайностью скорбным или испытывает тебя Господь, или очистительную эпитемью на тебя налагает, или подвигает на покаяние, или вообще, или частно о каком-нибудь забытом деле неисправном. Все нам во благо, что бы ни случалось. Как только сердце ваше чувствует что-либо из всего, скорбь тотчас утихнет и даст ему возможность вслед за сим восприять в себя и другие два чувства. Все же вместе они скорее водворят в тебе такой мир и благодушие, что ты невозможешь не взывать, будь имя Господне благословенно вовеки, что масло на волны моря, то сие чувства на скорбное сердце улегаются волны, и бывает тишина великая. Но если ты долгим над собой и трудом, долгим трудом, одно дело опять же все это прочитать, вроде бы понять, а другое дело начать это делать, и оно не сразу прилагается, в принципе не ложится на больное сердце, шестеренки не сходятся, оно все проскальзывает, эти шестерни даже ломаются от усилий. Долгим трудом и духовными подвигами так внедришь в сердце сказанное чувство, что они будут преисполнять его неотходно, то никакая скорбь не потревожит тебя, потому что такое нестроение будет для тебя действительнейшим предохранительным средством против того. Не то, чтобы чувства скорбные уже и не подступали, они будут подступать, но точно же и отступать, как волны морские от крепкого утеса. От крепкого утеса. Если в сердце, конечно, водворится уже такая память, если сила нашей души и умная, раздражительная, желательная, будут в большей степени своей направлены к Господу, и память о том, что нет ничего дороже внимания к Богу и этого мира, который Господь дает нам благодатью Духа Святого. Если вот это уже, если крепчает вот этот утес, тогда любая скорбь об него, об него разбивается. Утес это чувствует, все это происходящее, но остается крепким и нерушимым. Ну и все начинается опять же с этого, если желаешь добре препобеждать врагов своих для спасения души своей в жизнь вечную, если желаешь, помоги Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok